Львы, и снова здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер, и в данном видео хочу вам предложить Тороскоп на август 2018 года. Расклад вам покажет общую атмосферу месяца и события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты вам дадут совет, как наиболее благоприятно или продуктивно провести этот месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может проиграться однозначно и для всех. Хотя бы по той простой причине, что многим из нас необходимо смотреть Тороскопы. Не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцедента в мотальной карте. Пока это свою карту, проговаривайте, пожалуйста, свое имя и дату рождения. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Работа. Финансы. Здоровье. Личная жизнь и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Перевернули Туз Пентакли. Карта говорит об упущенных возможностях, либо в целом о том, чтобы что-то недосмотрели, либо недоглядели, либо что-то проселкали. Ну, в каком плане? То есть, как говорит карта, держите ухо во строк. Почему? Потому что Туз Пентакли – это всегда карта больших возможностей. Но поскольку он в перевернутом положении, здесь вы из-за своей невнимательности, неопытности, несобранности можете пропустить какие-то большие перспективы. В целом же данный аркан указывает, знаете как, либо на недополучение дохода, либо задержку зарплаты, либо какие-то материальные потери. Но сам по себе аркан крайне редко предвещает существенных денежных проблем. Ну, давайте посмотрим, с чем он будет перекликаться, где будут эти потери, либо где будут эти упущенные возможности. Итак, работа. В плане работы все замечательно. Шестерка Пентакли, карта сотрудничества, взаимодействие, помощи, меценатство. То есть, если, например, на текущей работе вы безработный, то здесь вам окажут помощь в плане трудоустройства, либо вы прекрасно пройдете собеседование. Если вы работник по найму, то здесь будет поддержка со стороны и руководства, и каких-то авторитетных лиц. Вас могут рекомендовать, да, либо пытаться продвинуть на новую должность, либо здесь будет какая-то премия, отпускные, то есть, получите каких-то материальных надбавок. Если же у вас свое дело, это выгодные контракты, новые партнеры и выгодное соглашение, то есть, деловое сотрудничество. Так, что вас ожидает в плане финансов? Ну, по королеве Жезлов однозначно рост финансов, ситуация благополучия, потому что здесь женщина уверенная, целеустремленная. Королева Жезлов, вы знаете, энергия денег. Сама по себе объясню, почему. Потому что здесь вы добиваетесь финансовых результатов благодаря своим усилиям и своим вложениям в результат. То есть, вы понимаете, пашите как лошадь для того, чтобы обеспечить себе какую-то финансовую стабильность на текущий момент и дать финансовую независимость в будущем. Поэтому здесь вы можете не переживать, с финансами у вас в этом месяце будет все прекрасно. Так, в плане здоровья. В плане здоровья шестерка мечей. А сама по себе карта указывает на ситуацию, знаете, как перемен. Перемен, во-первых, благоприятных. Объясню, почему. Потому что, как правило, по шестерке Пентакли это выход из каких-то кризисных... Простите, Пентакли, шестерки мечей. Это выход из кризисных состояний, когда, например, вы длительный период либо болели, либо вас мучили какие-то хронические заболевания. И по этой карте вот идет процесс улучшения, потому что шестерка мечей – это карта выздоровления. Либо же, знаете, когда вы пытались сбросить лишний вес, то есть у вас получается, пытались избавиться от курения, да, либо чего-то, то есть пошли первые сподвижки к здоровому образу жизни, к правильному режиму, к правильному графику. Поэтому здесь и здоровье у вас пойдет на поправку, если у кого-то были какие-то моменты, которые беспокоили. Так, что вас ожидает в плане личной жизни? А вот и ситуация потерь. Я думаю, вы понимаете, да, о чем теперь идет речь. Вот смотрите, ситуация разбитого сердца либо ситуация любовного треугольника. Давайте начнем с тех, кто в паре. Но однозначно, либо здесь будет разрыв взаимоотношений, либо ситуация любовного треугольника, где вы понимаете, что упустили свои шансы. Вот оно вам отыгрывается. И если вы на текущий момент одиноки, то здесь, знаете, упущенные шансы, когда у вас была возможность познакомиться с партнером. То есть, например, ну как вариант, мужчина пытался с вами познакомиться, неважно где и в каком контексте, то есть там посредством переписки, на улице и так далее. А вы показали свой эффект, потому что человек вам не понравился, да, либо как-то не так вы его восприняли, а потом можете об этом сожалеть, потому что, например, парень-то оказался толковый, да, либо в целом вы думаете, а зачем я так сказала, либо отреагировала. Ну вот, сожаление по поводу того, что вы сделали. Сожаление по поводу происходящего. Ну и каков у нас здесь будет совет от карт? А вот ситуация сомнений, ситуация выбора. В плане совета карта для вас говорит, выберите четкий баланс, определить, что вам нужно, чтобы вы не зависли в этой ситуации или не были в этих отношениях на вторых ролях. Потому что, я думаю, мало кому приятно играть роль второй скрипки. Да, для кого-то это отыграется в целом, как ситуация выбора. То есть можете выбирать вы и впоследствии сделать неправильный выбор. Поэтому будьте в этой ситуации очень аккуратны, потому что если вы берете не того партнера, либо сделаете ставку не на того человека, сами же себе потом разобьете сердце. Поэтому здесь это попытка все взвесить, все проконтролировать и принять правильное и верное решение. Ну а в целом хочу вам сказать, что месяц для вас не является значимым либо переломным. Объясню почему. Потому что здесь не оставших арканов. То есть месяц ваша жизнь проходящий. Никаких ключевых либо кардинальных перемен он собой для вас не несет. Вот таким у нас сегодня вышел расклад. Надеюсь, для вас он был информативным. Для тех, кто желает получить мои консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok